Такой автополив работает на аккумуляторе, а в его конструкцию включен гидротаран для подъема воды. Экологично и дешево. Автор разработки, 11-классник Иван, он усовершенствовал существующую ранее версию и собрал свой действующий образец оросительной системы. Работа заняла почти год. Из-за недостаточного напора на выходе трубы, что могло объясняться несоответствием конструкции первоначального макета гидротарана и ее теоретическим описанием работы были добавлены пластиковая емкость и грузик к ударному клапану для его открытия при статичном напоре жидкости. Прежде чем представить свою разработку на Международном форуме научной молодежи «Шаг в будущее», школьники защищают свои исследования перед преподавателями вузов края. Лучших докладчиков награждают, а победа на форуме может открыть детям дорогу к карьере молодого ученого. Их отбирают ребята. Это из Сибири, и Дальнего Востока, и, конечно же, из Алтайского края. Затем мы проводим 4 месяца учебно-консультационный пункт. То есть каждый месяц ребята приезжают со всей его Алтайского края. И наши экспертные советы, состоящие из профессорско-преподавательского соя вузов Алтайского края, их консультируют. Предварительная защита – непростое испытание. Вопросов авторам разработок задают много и нередко с подвохом. И последний вопрос. Фактическая значимость вашего работа, вашего депутата, который вы получите. Вот вы исследовали и дальше что? Одна из молодых исследовательниц изучила состав химических загрязнений в иголках хвойных деревьев. Само явление она связала с влиянием выбросов котельных. По расчетам школьницы, котельные нарушают норму Санпина. Но не учла влияние других источников примесей в воздухе, таких как транспорт. Но, как считать правильно, затрудняются с ответом даже взрослые деятели науки. Мне кажется, да, действительно, лучше совместить розу ветров с разлетом частиц, то есть указать прямо от границы, нанести ее непосредственно на саму карту и указать именно в ПДК вот этот разлет. Именно величину частиц, где она превышает ПДК, предельно допустимое значение. Вот тут, мне кажется, было бы более корректно. Тем не менее, Виктория Дементьева попала в список 15 делегатов, у которых главное испытание еще впереди. До него осталось две недели. По мнению организаторов, предварительная защита проектов поможет ребятам не только чувствовать себя увереннее в Москве, но и лучше разобраться с тем подушельем карьера ученого. Знаете, хочется себя почувствовать маленьким Эйнштейном, маленьким Ньютоном. Это приносит не только удовлетворение, но и какие-то, что ли, внутренние, моральные, какие-то такие ставят тебе устои, которые, я думаю, в дальнейшем не очень пригодятся. Ну и, безусловно, дает множество знаний. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.